приветик телезрители моего канала хочу сегодня сделать такой обзорчик получающий про вату у меня будет серия обзоров вата баки бокс моды батарейки и тому подобное как для новичков для новичков обзоры значит сегодня хочу сделать обзор про вату какую лучше вату выбрать незнакомые говорит ну вот придет новый обзорчик тебе на канал но вот но я хочу узнать с чего начать принципе давайте так скажем лучше ничего не начинать лучше ничего не начинать если вы курили до переходите на электронные сигареты тогда начинайте если вы не курили и вообще там ничего лучше вообще не начинайте вы же родились без сигареты без электронной правильно без простой сигареты без кальяна но так как мы все парильщики у нас сегодня тема пойдет о вате давайте сейчас сразу опустимся на столик без лишней болтовни и все посмотрим какая что к чему вата ну той которой я пользуюсь я вам покажу и может вы поймете все то что вам надо будет все вниз ну что вот мы и внизу давайте значит поговорим о вате значит какую вату выбрать давайте скажем так вот у меня есть ни одна ни один вид ваты вот значит вата бокотон шариках извините у меня просто пакет порвался от нее вообще в хлам вот я потом фотографию покажу как выглядит этот пакет вот значит бокотон вот такая вот именно в шариках у меня в шариках есть разное но меня в шариках первое вот положим отдельно потом всем известная вот такая вот вата и плана вата вот таких вот вот таких вот прямоугольничка название муджи вот значит и вот ради интереса и давайте мы просто протестируем жиже поглощение вот такую вот вату такую нашу советскую вот и вот такую белоснишка называется украинского то так вот давайте я отложу сейчас значит положу сюда поставлю вернее извините сюда блюдечко и буду все по кусочек класть и посмотрим потом на что на что она годна вот значит давайте отрежем этой кусочек ну я допустим делаю сейчас вам покажу ну вот я отрежу допустим давайте так многие только одну сторону снимают верхнюю часть я последнее время снимаю две части одну и вторую вот он давайте так естественно смотря как вы ее смотаете если вы смотаете вообще там чуть ли как не палку то конечно жижепроницаемость будет вообще в хлам плохая вот ну давайте вот так вот кладем сюда берем вату бокотон которая в шариках я вам говорил вот сейчас ребята я ее очень иногда тяжко ее вот берем такой кусочек бокотон ваты давайте чуть меньше может чуть чуть поменьше возьмем вот положим ее тоже сюда вот значит это японский хлопок первое японский хлопок бокотон и сейчас положим какие то сейчас вот эту вату положим достану кусочек маленький что это за кусок так сейчас ребята извините что я за камерой просто неудобно камеру этим кульком шелестеть давайте да вот сейчас я кусочек оторву и вам вот так вот вот давайте вот это вата чуть поменьше сделаем вот скажем так смотаем давайте слишком мало мать его за ногу давайте да мало ребят извините давайте вот так вот тоже чуть смотаем и и возьмем четвертую вату которая у меня есть это это медицинская вата хотя есть эти все японские хлопки это гигиенические ваты так что тут так уберу это отдельно мусор так и вот такая вот белоснежка посмотрим что она тоже представляет просто вот сейчас я вам покажу нюансы минус ваты одной второй третий вот сейчас опана так все оторвал и положу вот сюда так вот давайте вот так сделаем сейчас еще оторвем вот посмотрите пожалуйста какой вид имеет это вата здесь я не знаю видно здесь очень много комков ее очень трудно вставлять в спираль задевается спираль гнется эта спираль из-за такой ваты это белоснежка значит та которая до этого 2 я достал тоже но тут такие тоже грубенькие есть но меньше эти комочки но вот допустим в богатоне вата давайте здесь нету этого и чуть-чуть конечно есть не спорю но она более ровно как более как знаете как у человека волосы расчесал и все вот кладем сюда и японский хлопок само собой он тоже такими как бы ну вот так вот идет хлопок да так что вот давайте посмотрим все кладем и посмотрим что у нас быстрей намочится какая нам вата больше подойдет для смачивания потом расскажу минус ваты вот видите те уже смочились все вата бокатон уже смочилась бокатон и японский хлопок это еще смачивается вот видите сейчас вам наведу видите эти еще смачиваются бокатон уже смочь японский хлопок смочился бокатон сразу смочился эти еще видите вот еще вот только промокает так что все японский хлопок бокатон уже выиграл моментально они сразу практически намокли можно сказать одинаково по времени так сейчас уберу немножечко ну вот значит смотрим что произошло с нашей ватой значит вата та которая толстая вата вот белоснежка она очень долго пропитывалась водой вот значит та которая советская вата какая-то там тра-та-та тоже очень долго пропитывалась ну естественно пропиталась но долго значит японский хлопок хорошо пропитался практически сразу и бокатон тоже практически сразу ну бокатона наверное чуть меньше было я так смотрю вот значит давайте я вам покажу хочу очень показать плюс плюс ваты японской ваты та которая была в прямоугольничках значит она плюс-минус держит свою форму вот вот ее трогаешь она не меняется как бы ее не положил по сути не естественно если отрезать миллиметр вы ее пальцами за полсекунды согнете да какой за полсекунды она сама согнется вот видите она такая пухленькая все равно кругленькая она в спирали себя хорошо чувствует она не сужается то что говорят вата расширяется да нифига вот значит минус ваты бокатон она хорошая она пропитается хорошо но она уже видите она как сопля висит вот чуть-чуть тронь все она спирали она спирали мокнет и потом вот после определенного количества времени время парения она становится тоньше меньше меньше и ну одним словом ее надо сильно забивать чуть ли не заталкивать ее туда вот тогда она при определенном времени когда сузится все равно нам будет нормально там стоять ну даже даже японский хлопок тоже надо не так засунул и все хорошо так надо протолкнуть так что что я могу советовать естественно парить можно на любой вате и на такой если на дрипке то вообще проблем нету и на такой и такой ну на баках лучше там японский хлопок и бокатон вот выбирайте эти две ваты бокатон и японский хлопок хорошая вата скажу вам однозначно вот ну в принципе все то что я хотел рассказать показать про эту вату вот это я считаю нормально все давайте поднимемся наверх и там еще парочку слов перекинемся все наверх ну что вот и поговорили мы о вате значит у нас сегодня вата какая была на нашем обзорчике значит в шаричках бокатон извините уже выкинул я потом вам оставлю как выглядит фотография пакета вот значит вот такая вата японский хлопок таких вот прямоугольных листиках ну и такие самые простые мы пробовали любые я взял мы испытывали вот значит японский хлопок вот такой вот я называю японский он очень быстро промочился и у него есть один плюс он в спирали если хорошо запихнете он не сужается вата бокатон если чуть-чуть она деформируется вот там что-то где-то в спирали она имеет свойство сужается вот у меня по крайней мере я замечал думаю было больше пары сейчас меньше и заметил реально что ну и берешь даже мокрую вот японский хлопок берешь ну расширяешь ну как гвоздь внутри ну это как шучу конечно как деревяшка а бокатон берешь он уже все мокрый так что надо аккуратно очень сильно бокатон забивать ну сильно конечно в меру потому что жидкость поступать не будет но хотя в принципе надо забить я его чуть ли не втуливаю туда вот ну в принципе обзор по вате у нас такой был произошел вот я думаю он чем-то вам поможет это как для для новеньких вот смотрите мои следующие обзоры обзоры будут следующие про баки как для новичков опять же бокс моды батарейки почему так почему надо такой или такой выбрать какой лучше какой дешевле все спасибо ребята и девочки подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока 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 не забывайте пока